Дезертир и сайт видеогеймплей.ру представляют Вчера правление ГСБ обсуждало вопросы бюджетной политики. По словам директора Кинзбурга, основное внимание в будущем году будет уделяться не военным вопросам, а экологии. Уничтожение Тиберия стало более насущной задачей, чем борьба с... Простите, что прерываю, но у нас срочное известие о Филадельфии. Только что произошел несчастный случай. Катастрофа. Ужасная катастрофа. Мы постараемся выяснить, что именно произошло, но пока причины этой страшной трагедии остаются неизвестными. Сейчас вы снова увидите Кассандру Блэр с репортажем от Северо-Восточного Центра. Кассандра? Уильям, надеюсь, меня слышно. Тут творится что-то невероятное. Здесь полно дыма, ничего не видно. Горящие обломки падают на город. О, Боже! Невероятно. Гибель Филадельфии не несчастный случай. Мы снесли голову Гидри враждебной идеологии. Конец страха и рождения надежды. Дети Нот, возрадуйтесь. Кровь ваших угнетателей потечет рекой. Придет конец полувековой тирании. Грядет перерождение. Грядет новая эра. Будущее... ...за нами. Алимпийский. Так. Поступили свежие новости из северо-западной зоны. Они появились внезапно. Совершенно неожиданно. Начали падать в область. И не похоже, что они выбирали цель, и только структурой лейтинга. Это было беспощадное было. Ну вот, дела не важнецкие. Братство атаковало все крупные синие зоны. Противоракетная оборона все еще не работает, многие части ГСБ окружены, и я понятия не имею, кто у нас сейчас главный. Но сейчас не до протокола. Захвачено все северо-восточное побережье, а хуже всего дела тут, в Вашингтоне. Генерал, начинается эвакуация. Отправляйтесь, Андра. Но вы же не останетесь здесь. Это приказ, Андра. Есть. Кирс Джеймс ведет вас в хрустелы. Теперь вся надежда на вас. Спасите этот город. Итак, вот последние данные. Силы НОД продолжают наступать. Их цель Пентагон. Вы понимаете, что важнее объекта в городе нет? Это мозговой центр всего ГСБ. Потери Пентагона — это полное поражение. Не допустите этого. Итак, миссия Пентагон. Филадельфия сбита, Рейкявик захвачен. Последний командный центр ГСБ в Пентагоне осажден войсками НОД. Потеряв Пентагон, мы потеряем все. Вы должны остановить его, чтобы это не стоило. Сначала восстановите энергоснабжение системы обороны. Это позволит вам отразить основную атаку. Затем направьте здание инженера, чтобы установить линии связи и управления. После этого начните контратаку и ликвидируйте все объекты НОД в районе операции. Поехали. Докладываем. Капитан Хантер! Нет! Поступило сообщение. Защитные сооружения Пентагона отключены. Требуется, чтобы инженеры захватили энергостанции. Ну что ж, сделаем это. Повышение. Вперед, на врага! Данные обновлены. Ну что, ребята, начинаем. К работе готов. Я скоро. Я на месте. Ввожу коды доступа. Есть! Мы должны как можно шустрее всех покубить. На линию огня! Начинаем. Секунда, и я внутри. Куда? Постройка захвачена. На базу напали. Я разберусь. Куда наша не забиралась? Смотрим в оба! Постройка захвачена. Задание выполнено. Так, успел она. Энергия поможет Пентагону. Да, отлично. Я на месте. Поступило сообщение. Пусть инженер захватит Пентагон и восстановит командно-управляющие системы. Обязательно. Докладываем. Марш! Размещаемся здесь. Тем временем, ребята, размещаем по краям. Занимаем здание. Объект атакует. Перед на базу напалу. А в наушах расширить. Устанавливаю видеосвязь. Потерял блин. Что бы мы без вас делали? Радар снова включен. И вовремя крупное скопление сил противника движется на запад. Подкрепление готово. Проклятие! Уничтожены энергостанции системы обороны без питания. Вы должны отстоять Пентагон. Отредка точки сбора. Они бомбят энергостанции! Вы сами все верили. Поступило сообщение. Поместите на четыре вышки стрелков и сдержите натиск войск в Радство. Объект атакуют. Устанавливаю видеосвязь. Учтите, что бы эффективнее контролировать территорию, пехота, стрелки и ракетчики могут занять ближайшую постройку. Выберите пустое здание в нужном районе и прикажите пехоте его занять. Данные обновлены. Здесь хватит, в принципе, этого одного отряда. А вот с этой стороны, конечно, такого не получится сделать, что один отряд всех убивал. По-моему, там сказали разместить все здания. Мы лучшие! Так что давайте это сделаем. Как говорится, во всех, так во всех. На нас он бегут. Пиракетчики постоянно пролетают. Модовская воздушная сила, которая приносит крепление не очень хорошо. Но в целом нормально. Простите, опоздали. За рекой небольшой отряд противника. Страшно связи? Данные обновлены. Устанавливаю видеосвязь. На БТРах можно перевозить войска. Вы должны знать, что посадка и высадка отряда осуществляется так же, как и размещение гарнизона в постройке. Чтобы высадить войска, нажмите кнопку выброска и щелкните правой кнопкой мыши, выбранной для высадки участок. Войска могут вести огонь прямо из БТР. Так, наши войска вставим быстро на удержание позиции, для того, чтобы выбрать вот этих гранатометчиков и уже начать спокойно действовать. Итак, направляем их в центр. Истанавливаю видеосвязь. Гранатометчики ГСБ хороши при зачистке построек. Чтобы выбить противника из постройки, прикажите гранатометчикам атаковать ее. Обнаружен противник. Командир. Итак, сейчас быстренько я вот эту атаку отобью. Данные обновлены. И мы быстро пойдем. По данным разведки, Братство Нот развернуло аванпост на вершине холма. Не дайте им атаковать Пентагон снова. Уничтожьте штаб на аванпосте. Так. Ну, Пентагон-то они все равно снова атакуются. Ну, как и без этого. Посылаем вот этот БТР, потому что он у нас в некотором смысле бессмертный. Он у нас зачищает ближайшие строения. Оружие к бою. Поэтому все отмечаем. Где парковка? Так. Следующее. Этим БТРом мы быстро должны зачистить всю территорию. Мы идем. По возможности уничтожить. Где парковка? Это все здания, которые нам могут помешать. Уничтожить. Почему именно этим БТРом? Потому что у нас ранг звезда. Ранг звезда постоянно восстанавливает себе здоровье. Вы можете это заметить по вот этой зеленой палоске, которая постоянно восполняется. Мы идем. Погадем. Старайтесь не терять таких юнитов. Они очень важны. Лучше потерять обычные беззвездочные. Мы идем. Задание выполнено. Исполняю. Все. Вот таким простым способом мы это и делаем. Когда выступаем. К нам прибывает подкрепление. Мы стараемся сейчас зачистить вот эту территорию. Огонь. Подкрепление готово. К штурму готово. Делать это можно по-разному. Я обычно делаю это одной-двумя единицами техники. Бей всех! В принципе, это и достаточно. Мы идем. И когда вы делаете это одной техники, вы знаете, какую технику он надо повышать. Например, я знаю, что если вот эта у меня повышена, а вот эта нет, значит, не надо будет ее до повысить чуть-чуть, и... Адвик атакует. Выдвигаемся. Я хочу набить хотя бы две звезды. Уничтожить вам БТРС-а звезды. Исполняю. Вижу, следующее поможет. Я засекаю. Вот здесь вот лежит один контейнер с припасами. Мне понадобится для повышения. Держись. Выполняйте. Там лежит еще два. К штурму готовься. То есть, наподняв еще ИК, мы сможем спокойно уничтожить всех. Объект атакует. Держись. Уничтожить. Огонь. Бейся. Вижу цель. Магажем. Здание противника. Поживее. Давайте сейчас попробуем порваться сюда еще помимо дороги. Исполняю. Вижу цель. Убили здесь пару ребят. Мы идем. И забрать себе звезды. Что приказов. Командир. 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 Исполняю. Исполняю. Ранг второго неба. Огонь. Безеянность приказа идут. Задание. Покажем им. Будем надеяться. Как видите силами можно и избавиться всего двумя БТРами. По крайней мере в начальном этапе. Когда мы ждем что ничего такого сложного здесь нет. Можете легко нападать почти на любых приказов. На любых. Выполняю приказ. Врагов. БТР ждет приказа. Ну далее конечно так просто все это дело не получится. Командир. У тебя все относительно. БТР к бою готов сэр. Так берем все данные нам БТРы. Вперед ставим естественно вот эти. Можно пройти двумя путями. Сейчас вот как раз вот паузу поставлю. Итак на карте вы видите две дороги. Одно по прямой. Но она как вы понимаете защищена. Или вот здесь вот пройти. Через вот этот дворик. Конечно вот лучше пройти здесь. Потому что вы будете под некой защитой. Здесь же вы будете все таки в более опасной ситуации. Нежели вам кажется. Так как у меня есть один из бронированных БТРов. Я могу первым пустить его. Начну стрелять вверх. Повышение. Хорошо. Как-то вот так вот мы проходим потихонечку. Вперед у меня получилось что я пустил далеко не те БТРы которые надо. Но как я уже сказал они не так важны для меня. И даже если я их потеряю. Мне этого уже не будет. Хотя можно было бы вообще взяли никого не терять. Так ладно. Исполняю. Наше задание сейчас убивать гранатометчиков. Потому что они могут оставить нам большие проблемы. Даже с сильно бронированным целем они доставляют огромные патрики. В первую очередь мы уничтожаем вот это вот здание. Потому что оно дает возможность возле полетать. Нам не нужно чтобы это было. Повышение. Вижу цель. Как вы видите кстати наши же гранаты атакуют наши же юнитов. Поэтому никогда не ставьте вот так вот. Я понимаю. Выполняю приказ. Вы таким образом можете элементарно уничтожить свои же единицы боевые. Огонь. Интересный момент. Не помню говорил или нет. Но если например танк наедит на вашу боевую единицу, то вы ее потеряете. Имеется ввиду пехота. Ну а миссия на этом собственно закончена. Всем спасибо. С вами был как всегда я Дезертир. Удачи ребята. А вы смотрите ролик. Прекрасная работа. Пентагон спасен. Но весь регион еще под угрозой. По всему побережью идут бои. Отбейте авиабазу в Ленгли. И получите поддержку с воздуха. Или же займитесь Хэмптон Роуз. Нот высаживают там войска. Захватите базу и перекройте им снабжение. Им вы урежете подкрепление. А сами получите бронетранспортеры. Захватив обе базы, вы сможете заняться освобождением всего округа.